Привет, привет всем. Итак, друзья, смотрим это короткое видео и вопрос к всем. Помогите разобраться. И когда все будет нормально, сделаю еще одно видео и опишу, в чем именно проблема была. Ну так, в чем проблема? Езжу сегодня в спокойном городе и вдруг на приборке значок антифриза запипекал. Это говорит о том, что в расширительном бачке антифриза не хватает. Останавливаю машину, поднимаю капот и действительного бачка антифриза нет. Соответственно, антифриз где-то течет или двигатель ее засосало и в бачке образовалась пустота. Смотрю под машиной, осматриваю двигатель и потеки нет нигде. Значит, двигатель засосал антифриз и патрубки раздуты. Жду некоторое время. Двигатель потихоньку остывает и антифриз постепенно в бачке медленно возвращается. Некоторое время назад было у меня такой случай. Сразу заподозрил тогда крышку расширительного бачка. Разобрал, почистили ее и ездил потом так, что до сих пор проблем не было. Около расширительного бачка трубки охлаждающей системы щипят. Это признак о том, что где-то все-таки есть теч антифриза. Но по всей вероятности теч в таком месте, что льется на горячие элементы двигателя. И моментально испаряется. Поэтому трудно установить, где именно течь. Какие могут быть причины? Первый вариант. Подозрение. Крышка расширительного бачка. И второй вариант. Прокладка КБЦ. Прокладка КБЦ маловероятна, так как нету никаких признаков троения двигателя. Белого дыма из глушителя и так далее. Но все-таки не надо этот вариант в будущем упустить из внимания. Но до этого хочу сосредоточить внимание на крышке и до конца разобраться. Это не просто крышка. А с помощью ее обеспечивается правильное функционирование системы охлаждения жидкости. Если крышка неправильно работает, то ждите неприятности. Если вовремя не выявить причину и не устранить, из-за вот такой маленькой проблемы вы можете получить через некоторое время серьезные проблемы. Хотя с одним взглядом это простой деталь. Так вот мне интересно ваше мнение. И пишите в комментариях. Вот обратите внимание. Снимаю медленно крышку. И что происходит? Антифриз начинает возвращаться в бачке. И моментально начинает пурлить и кипеть. Как нам учит школьная физика, чем выше давление, тем позднее кипит вода. То есть, чем выше давление, тем выше температура нужна для закипения воды. Исходя из этого, до того, как я крышку начал откручивать, давление в системе охлаждения жидкости было большое. И антифриз не кипеть. Когда давление в бачке достигает допустимое значение клапан, крышка должна открываться, и лишнее давление должно выходить на улице в атмосфере. Потом, как я начал медленно откручивать крышку на горячем двигателе, давление начало выливаться внаружу. Не через клапан, а через резву крышки. Соответственно, антифриз начал вернуться обратно в расширительном бачке. Еще важный момент. До откручивания крышки давление в системе было большим, и, исходя из физики, антифриз не кипел. Но, как только я начал откручивать крышку, давление в системе начало выравниваться под атмосферное давление. А атмосферное давление заметно меньше, чем было в системе охлаждения. До откручивания крышки. И, как только в системе давление упало во время откручивания крышки, антифриз сразу начал кипеть при образовании низкого давления. Вот именно из-за этого в современных автомобилях применяются крышки такой конструкции. И инженеры герметизируют систему охлаждения, чтобы антифриз не кипел на 100 и на 80 градусов, в зависимости от атмосферного давления. Современная конструкция обеспечивает закипение антифриза на высоких температурах. С такой конструкции антифриз теперь в современных двигателях начинает кипеть с примерно 110 градусов и более. Согласитесь, это очень удобно, особенно для тех машин, которые часто ходят в горных условиях. Там, где атмосферное давление ниже, чем обычно. Друзья, если я неправильно рассуждаю или если вы можете поправить или добавить, пожалуйста, пишите в комментариях. И это поможет не только мне, но и другим, кто будет смотреть это видео. Ну и вот, все-таки я скляняюсь той мысли, что причина неисправственности клапанной крышки. Клапан иногда залипает, прилипает, заклинивает, саядает. Я разобрал ее и ничего подозрительного внутри не заметил. Та же чистка не понадобилась. Но все-таки, думаю, она иногда залипает. Не открывается при большом давлении. Крышка иногда не может спрасиваться, образовавшая лишнее давление в системе охлаждения. Исходя из этого, когда в системе давления возрастает антифриз, где-то находит самое слабое место и течет незаметно. Пока обнаружить не удалось место течь. Подозреваю, вот внизу видно розовый высохший цвет, но не уверен. Камера не фокусируется. Савтра проверю крышку на давлении. Она должна открыться и выпускать давление в пределах приблизительно от 1,5 бар до 1,9 бар. Если у кого есть более точные сведения, пишите. Потом, во время проверки крышки, когда отключим сопрессовку давления в бачке, давление должно уменьшиться постепенно. Понижаться примерно до 1,2 бар. И сохраниться там на таком уровне. Вот тогда крышка будет исправна. Пишите ваше мнение и советы. Спасибо всем за внимание. Когда неисправность будет исчерпана, сделаю новое видео и следите. Подпишитесь на канал и, пожалуйста, делитесь. Подпишитесь на канал. 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 Продолжение следует...